ну вот на ваш взгляд те инвесторы или консультанты у которых есть цифры на счете виста предположим открыли внутренние переводы вот что народ будет делать со своей внутрянкой так ну вот алена пишет чем больше функций доступно тем больше свободы для людей пусть сами люди решают ну окей да если вдруг кому-то голосом неудобно общаться пожалуйста можете написать в чате в виде комментария тем больше свободы для людей но повторю как бы в этом алена есть резон спорить не буду но к сожалению я уже упомянул что например слишком активное использование внутрянки многим стало боком когда когда консультанты там или инвесторы начинают друг на друга подавать заявление в правоохранительные органы с обвинениями в не в неосновательном обогащение так сказать может быть кто-то слушал какие-то последние не знаю вебинары в новом проекте unite unite to live что-то знает меня в новом проекте нет поэтому я не могу сказать что там происходит вот а кстати я выкладывал сегодня в нашем чате информацию что количество средств на двух кошельках составила уже превысило 22 миллиона долларов то есть несмотря на то что регулярно делаются выводы со второго кошелька идут выплаты как видим суммарный баланс двух кошельков постоянно растет это опять же к вопросу как мы уже обсуждали к вопросу о том есть если у романа василенко деньги да конечно если у него полная сумма для покрытия всех обязательств по счету виста мы не знаем но вот 22 миллион чека на кошельках есть а по крайней мере с этого можно начать так вот алена написала есть плюсы и минусы но нужно чтобы люди понимали свою ответственность за свои действия хотят внутренние переводы пусть будут окей просто что то мне подсказывает что те товарищи на которых подали заявление в полицию не были так сказать главными как инициаторами именно открытие переводов да то есть просто пользовались и как бы это считалось нормальной практикой как видите измайлов целый обменник организовал правда это кстати обменник измайлов ему тоже боком вышел потому что он уже сколько полгода уже находится в сизо и роман василенко со своей армии адвокатов так сказать пока никого из сизо выковырить не смог так артемий артемий написал согласен алена теперь люди должны стать умнее более дальновидными ну окей да как говорится для для этого для этого голова и нужно чтобы ей пользоваться да они не только в нее есть вот нурик написал деньги хоть получим но норик об этом я и сказал в последнем видео то есть есть много людей и таких немало которые считают что все ребята уже никаких выплат ждать не стоит мог ну может быть у романа и василенко есть какие-то суммы но если у него миллиард или больше для покрытия всех обязательств это большой вопрос на него никто так ответа и не дал и и уже сколько у нас было бесед и созвонов и с евгением программистом и андрей крындушкин нам подключался да вот и поэтому да вот к комментарию нурико что как я и сказал то есть многие люди которые считают что все скидалово и скам уже произошло соответственно ждать нечего а раз нечего ждать то есть надо пользоваться любой возможностью вытащить хоть что-то и вот у человека на балансе есть предположим какая-то сумма там несколько тысяч евро и он понимает что он может в принципе эту сумму обналичить конечно для этого ему придется найти кого-то то эту внутрянку купит но заметьте кстати ведь есть немало людей которые считают что в компании все хорошо ну роман василенко все вопросы разрулит все разрешит и возможно даже захотят эту внутрянку купить то есть если раньше когда работали обменники люди покупали по курсу да сейчас например предположим есть какой-нибудь там инвестор или партнер который верит что все наладится и все заработает а ему говорят ну вот купил меня внутрянку там со скидкой 50 процентов за пол цены окей ну с точки зрения того кто считает что вывод скоро откроется это хорошая сделка я сейчас куплю там внутрянку за пол цены а работать она у меня в кабинете там будет по полной стоимости до логика же такая мурат за задал вопрос а какая польза от этих внутренних переводов если в реальные деньги это не вывести мурат так вот мы об этом и говорим еще раз возвращаемся к тем временам когда сайты работали то есть до марта как работал обмен один человек хотел обналичить например свои евро которые у него находятся на счете vista а другой нам наоборот хотел ввести свои деньги ну допустим у него рубли то есть он хотел рубли обменять на евро да и вот они по сути совершали между собой сделку тот кто покупает внутрянку перечисляет например на карту рубли а второй кто продает внутрянку переводит из кабинета в кабинет вот эти евро на счете vista и когда сейчас если они 1 числа 1 ноября открывают внутренние переводы получается эта функция снова станет доступной так и получается если она становится доступной то есть люди смогут делать такие же обмены как какие они делали до исчезновения сайтов то есть до начала марта только скорее я предполагаю еще раз по реальному курсу евро вряд ли кто-то эту внутрянку будет покупать скорее всего там желающему продать придется серьезно скидывать там может быть 50 процентов может быть 70 может быть 90 может быть 99 ну как говорится это уж как договоритесь да поэтому мурат тут не совсем я соглашусь если в реальные деньги это не вывести именно не будет работать официальный вывод он к первому ноября явно не будет подключен а переводы будут работать и если допустим кто-то найдет желающего внутрянку купить то соответственно он сможет ему эту внутрянку продать артемий пишет без внутрянки никак но опять будет ждать артемий так понимаешь парадокс то в какой в новом проекте романа василенко там юнайт улит насколько я понимаю все прекрасно работает без внутрянки работает так как должно быть то есть вот и вывод через криптовалюту и сдт ну на мой взгляд именно так и должно работать нормальная компания то есть она сама должна обеспечивать вот вывод а со внутрянкой это баловство и ну на мой взгляд это тоже серьезный промах именно романа василенко что они годами годами эта проблема была с обводом и выводом потому что я застал еще те времена когда человек желающий там внести деньги в компанию гермес отсылал их прямо на банковские реквизиты то есть человек формировал инвойс в своем кабинете были банковские реквизиты и он отправлял на банковские реквизиты все приходило прямо на банковский счет было такое время а потом банковские реквизиты исчезли их не было достаточно давно вывод какое-то время работал я застал тоже времена был вывод на систему адвокэш какое-то время я лично делал вывод тоже на банковский счет заказывал правда комиссия была высокая и была еще система pay pro тоже с выводом на банковскую карту я разными способами делал вывод но потом если память не изменяет осенью двадцатого года вот этот вывод отключили и уже пошло массовое использование вот этих вот обменников то есть другие других вариантов у людей не осталось кроме как пользоваться обменниками так ну вот алена пишет есть разумный подход да кто-то стал жертвой недобросовестных юристов которые помогают людям стрясти деньги с консультантов которые по факту эти деньги не присваивали но есть и противовес этому есть реальная юридическая практика которая в пользу тех на кого пишут заявление при грамотном подходе у человека на которого написали заявление на возврат денег есть шансы доказать отсутствие умысла на присвоение для этого открытая история транзакций очень даже пригождается и наличие возможности пользоваться средствами на счетах это тоже доказательство в пользу тех на кого написали заявление но в принципе ален я согласен что сейчас действительно появилась возможность отслеживать и увидеть все транзакции ну кроме наверное тех кто до сих пор не может попасть свои кабинеты вроде бы как появилась сейчас внутри кабинетов кнопочка поддержки что можно обратиться в поддержку только опять же как эта кнопочка поможет человеку который в кабинет попасть не может получается чтобы обратиться в поддержку ему надо сначала в кабинет попасть а у него как раз этим и проблема да и получается когда исчезли сайты у людей исчез доступ ко всем своим транзакциям циферкам короче ко всему кабинету вот а сейчас такая возможность появилась и действительно в принципе если но вот как алена пишет у человека на которого написали заявление на возврат деньги деньги денег есть шансы доказать отсутствие умысла на присвоение для этого открытая история транзакции очень даже пригождается то есть насколько я понимаю в истории транзакции можно увидеть кому например данное лицо данный человек владелец счета перечислил перечислил свою внутрянку свои вот эти евро то есть и показать что он деньги не присвоил а перечислил ну вот я так понимаю так и наличие возможности пользоваться средствами на счетах это тоже доказательство пользу тех на кого написали заявление ален так ну а что значит пользоваться то есть если первого ноября открывают внутренние переводы допустим что это и есть пользоваться то есть опять гонять внутрянку со счета на счет я вот не считаю что это пользоваться я считаю что опять же должен быть обеспечен нормальный вывод так сказать чтобы сама компания обеспечивала вот и вывод артемий пишет роман долго не хотел с криптою работать не знаю почему он не хотел европе вон уже банкоматы эти криптоматы стоят люди по моему в москве даже недавно ролик мне попадался на устанции метро стоит криптомат где люди могут какие-то транзакции там в криптовалюте делать в чем проблема то есть опять же я прекрасно понимаю что допустим если помните в начале в начале был какой-то 2015 2016 год был какой-то европейский банк реквизиты европейского банка потом были реквизиты банка в абхазии то есть ну видимо была сложность именно ну доказать как это сказать найти найти банк готовые сотрудничать вот как раз крипта на мой взгляд отличная альтернатива то есть если использование внутрянки так сказать ну было вынужденным именно потому что не получалось никак найти сотрудничающий банк если мы вспомним интервью романа василенко с позднером да там год назад и в июле 21 года там звучала фраза что вот мы создаем компанию гермес россия может быть связано с этим что роман василенко хотел именно создать компанию которая бы легально работала на территории россии может быть даже лицензию получить и так далее вот но по факту мы знаем этого не произошло так антон пишет а алена пишет через другой кабинет вопрос можно задать с указанием реквизитов счеты фамилии имущества электронной почты и так далее ну кстати вариант да то есть если например смотрите кто-то не попадает в свой кабинет и не знает как можно обратиться то обратитесь через знакомого консультанта пусть то есть пусть он со свои именно через свой кабинет напишет и скажет что вот у пользователя такого то проблема с доступом свой кабинет так едем дальше антон открытая история транзакций на непонятно кому принадлежащем сайте даже не относящимся к организации которая в свою очередь не имела прав привлекать деньги этим вы хотите что-то доказывать нет как раз надо писать заявление на тех кто принимал деньги а те пусть уже пишут на других кому они передавали так распутают клубок а я понял я этот перечитал еще раз антона открытая история транзакций на непонятно кому принадлежащим сайте антон видимо имеет ввиду текущий сайт как раз гермес рекавери да то есть как бы ну согласен потому что в принципе подтверждение подтверждение того что гермес рекавери принадлежит роману василенко тоже мы до сих пор не видели то есть никаких так сказать именно однозначных подтверждений нет это наше предположение как я уже озвучивал что в принципе роман викторич партизанит ушел в туман не общается с народом из-за этого приходится гадать так сказать так артемий пишет так что артемий пишет деньги есть просто тянет чего-то ждет артемий в том-то и дело что как мы видим по кошелькам 22 миллиона есть а есть ли соответственно денег и активов больше это вот большой вопрос так алена пишет том числе и внутрянка пользоваться с юридической точки зрения не очень понятно что такое внутрянка пользоваться с юридической точки зрения и к тому же сейчас снятие валюты в рф запрещено центробанком рф так что люди у которых есть в у которых валютные счета в обычных банках тоже не могут их снять а только переводить насколько мне известно гражданин другому гражданину в валюте переводить не может поправьте меня если я не прав вот он может там сконвертировать свою валюту в рубли и в рублях снимать хотя вроде бы как у тинькова была такая возможность так алена человек договор подписывал собственноручно со всеми данными паспортными и тому подобное это воле заявление человека заключить договор на таких условиях и и этого поле заявления человека зачистить деньги на счет ну ален это конечно это аргумент но повторю по сути получается судебная практика насколько я понимаю то есть было уже несколько случаев когда суд вставал на сторону человека написавшего заявления и получается консультант может конечно доказывать что с моей стороны все было честно я не собирался никого кидать там человек мне перечислил рубли а я ему честно не чистил евро и так далее но вот суд встает на сторону так сказать у нас на сторону заявителя скажем так артемий пишет ну да странно это все деньги нужны реальные сейчас и vista работающие да артемий причем все это должно работать еще вчера так алена пишет да можно в рубли конвертировать со счета в банке и потом перевести может быть в новой версии будет что-то подобное конвертировать рубли каким-то путем но это только предположение информации достоверной нет ой ребят смотрите вот есть еще раз новый сайт unite to to live в принципе я хоть у меня там кабинета нет но насколько я разговаривал с теми у кого кабинеты открыты то есть взносы делаются в юсдт и выводы делаются в юсдт кому надо обменять на местную валюту там в россии рубли казахстане тунге там в украине гривны да пожалуйста полно обменников которые принимают и обменивают и в ту и другую сторону вообще никаких проблем вот с биржами правда я сейчас не знаю вроде как для россиян ужесточают ввиду там этой политической ситуации что какие-то биржи блокируют или собираются блокировать криптовалютные счета а криптовалютные кошельки в принципе и дальше будут работать так артемий пишет новый проект раскачивают но судя потому что балансы обоих кошельков растут да я согласен новый проект раскачивают так антон пишет не было никаких счетов был сайтик на котором циферки рисовали и липовые фирмы однодневки с которыми якобы заключали эти ничего не стоящие договора антон понимаешь какая штука тут возникает вопрос а как мы понимаем как мы с тобой понимаем слово счет никто же не говорит что это счет в банке правильно допустим предположим есть какое-то не знаю юрлицо занимающиеся продажей каких-то товаров или интернет-магазин допустим да и ты являешься постоянным клиентом этого магазина и у тебя в этом магазине есть свой баланс то есть ну типа счета то есть ты свой баланс пополнил и на на этот баланс можешь купить товары то есть или то есть ну кто-то может сказать не менее ни в коем случае эту штуку вот эти циферки нельзя называть счетом нет не может такого быть в интернет-магазине никаких счетов счета должны быть только в банках как ты себе представляешь или все-таки счетом можно назвать нечто где есть какие-то циферки ты можешь ими пользоваться вот на хорошо другой пример возьмем да у нас все пользуемся мобильной связью у нас есть баланс мобильной связи когда нам деньги поступают на баланс вот это можно назвать там счетом или баланса мобильной связи наверное можно и люди между собой как-то даже рассчитываются то что липовые фирмы однодневки ну собственно историю с компанией гермес финанс которая у нас был оказалась ну и и было изначально оптовые компании до которые уже прекратила существование в июне месяца так алена пишет судебная практика есть разная в том числе когда отказывает суд неосновательном обогащение например после ознакомления с историей транзакции знаю случай это год 2018 это был проект квестра world как раз там тоже активно использовалась внутрянка и после того как проект прекратил выплаты человек подал в суд на того у кого он приобретал внутрянку и суд ему отказал потому что собственно как раз рассмотрели вот эти операции рассмотрели транзакции и по сути ну в суде было доказано что человек против которого выдвинуто обвинение никакого ну обогащение фактически не получил потому что он был просто посредником он так сказать ну я так понял что там допустим вася продает внутрянку а петя просто помогает ну участвует как посредник в этом процессе так вот суд подали на петю суд подали на петю хотя внутрянка была васина и в суде именно благодаря тому что были вот эти транзакции скриншоты это было все показано то есть в суд то подали на петю но петя доказала извините а в чем мое неосновательное обогащение если я просто так сказать связал двух людей помог и совершить обмен как то так и да я знаю такой случай даже по моему где-то у меня там на компьютере был был приговор на эту тему решение суда так по поводу комментарии антона алена написала допустим на человек сам заключил договор с этой фирмочкой однодневкой а с консультантом он не заключал договор антон отвечает тогда почему он передал деньги не фирме а этому так называемому консультанту на каком основании человек получил деньги если не на каком то пусть возвращает так алена пишет уже турция на практике отказывает в обслуживании счетов россиян в обычных банков банках это просто к сведению санкции крепчают ну да это опять же к вопросу о надежности банковской системы когда ситуация в мире такая что ты со своей картой мир приходишь и пытаешься что-то оплатить а ты не можешь ей пользоваться так алена пишет он выполнил волю человека который сам решил зачислить деньги на конкретный счет а желание человека подтверждается тем что он подписал договор предоставил паспортные данные и передал деньги с чутким с четким поручением зачислить их на счет по договору деньги туда были зачислены история транзакций в помощь татьяна арестовый пишет проблемы с выводом быть были уже почему то когда вы пишите комментарии у меня все чат двигается так вы были в октябре ноябре прошлого года вывод через систему про и по и про перестал работать в октябре 2020 года даже не 21 калена сейчас есть и свежая судебная практика и не единичная именно по этой компании а ну если есть практика и решение судов пожалуйста в чате пришлите это тоже интересно потому что опять опять таки во время судебных разбирательств суди же тоже рассматривает прецеденты какие решения принимали например другие другие суды то есть получается ну я так понимаю по вашим словам есть суды которые вставали на сторону заявителя а другие суды вставали на сторону обвиняемого против которого было подано заявление антон еще раз вся эта история транзакций отражает только видимость переводов все это фикция как и счета в реальности никакие деньги ни в какой гермес не доходили повторю я застал времена когда средства зачислялись прямо на банковский счет компании гермес оформлялся инвойс и так далее то есть не надо говорить о том чего вы не знаете да я согласен что какое-то время спустя а именно реквизиты банковские уже не предоставлялись и единственный вариант как люди могли заводить деньги в кабинеты это именно через через внутрянку и я в ролике сказал что я был против этой практике потому что именно она чревата вот этими всеми проблемами которые люди сейчас на себе испытывают вот но то что день якобы деньги вообще в гермес не доходили тут я не соглашусь то есть не я знаю людей которые отправляли немалые суммы а именно прямо на реквизиты на банковские реквизиты компании так и что консультант в уме и твердой памяти ввел в заблуждение пенсионеров тоже так разводят они дают добровольное что ким сама говорила что не договаривают и привирают ну татьян тут тогда получается хорошо консультант в уме и твердой памяти вводил в заблуждение а человек который с которым консультант общался и которому открывал счет он не в твердой уме и в твердой памяти он не дееспособный он не не способен зайти в интернет изучить информацию по компании там да то есть ну как то вот тоже критики по компании life is good и по гермесу большое количество было по моему буквально чуть ли не с четырнадцатого с пятнадцатого года уже тогда там были так сказать разоблачение там это хайп пирамида и так далее собственно поэтому у человека опять же голова для того и дана чтобы ей пользоваться и прежде чем принимать какие-то серьезные финансовые решения ну человек должен как-то собрать информацию взвесить и принять решение так алена пишет из пустого в порожнее уже не интересно отвечать по факту судебная практика есть и такая другая зависит от обоснования так так татьяна арестов пишет вас тоже надоел слушать об одном и том же как вы жестко мягко или другими приемами пытаетесь ответственность переложить вот может быть хватит уже гонорар за что но это комментарий ко мне или калене еще раз ну татьяна если у человека есть претензии существуют правовые способы эти претензии предъявлять пожалуйста суде суды вот как мы сейчас обсуждаем есть судебная практика алена если есть опубликованы именно судебное решение где суд вставал на сторону обвиняемого по данному вопросу пожалуйста там пришлите в чате дайте ссылку посмотрим так антон пишет не от базы от наличия наличие доказательств мошенники приложили достаточно много усилий чтобы доказывать было сложно но сложно не значит что невозможно окей так елена пишет консультант глаза округлял и говорил неправда консультант глаза округлял в каком вопросе когда разоблачения какие-то публиковались ну понимаете тут опять же смотрите тут срабатывает какой момент очень многих в компанию life is good кооператив и в гермес приглашали знакомые или даже родственники и предположим ну понятное дело как это происходило то есть кто-то открыл счет допустим открыл счет пользуется какое-то время получает начисление или открыл вступил в кооператив встал в очередь спустя какое-то время даже приобрел квартиру и он делится этой информацией со знакомыми там друзьями родственниками и человек идет в интернет ищет информацию и натыкается на негативные отзывы предположим какие-нибудь разоблачения про гермес или про кооператив по моему как же блогеры его зовут то торвальд или торт забыл вот то или не помню блок торвальда по моему там еще несколько лет назад было видео как раз про герми и не про гермес про кооператив бествей и так далее но получается даже если человек наткнулся на какое-то разоблачение он идет к своему родственнику и говорит но вот смотри я тут нашел негативную информацию про вашу компанию что скажу а родственник ему что он скажет ну слушай ты кому веришь какому-то там а проплаченному блогеру которому которому банки видимо заплатили чтобы он тут негатив на наш кооператив записывал да или мне то есть вот все же работает то есть вот я там стою в очереди или я уже квартиру получил и действительно как бы человек смотрит ну либо родственник уже получил квартиру либо еще не получил но в очереди стоит а другие получают ну то есть как бы процесс то идет вот ну человек понимает ну да наверное это негатив там какие-то черный пиар заказанный банки наверное профинансировали вот черный пиар и поэтому конечно получается когда встает выбор то ли верить так сказать другу или родственнику который уже допустим в кооперативе участвует имеет позитивный опыт или какому-то там незнакомому блогеру из интернета который что-то там вещает вот как-то так и получается кто-то смотрите получается кто-то проанализировал всю информацию и принял решение нет а мне никто я не хочу в этом участвовать не хочу заходить а кто-то сказал но окей давай попробуем то есть опять-таки принял решение андрей артемий пишет андрей трезво рассуждаете ну потому что я трезв как стеклышко поэтому и рассуждаю трезво так алена если разрешат люди то выложу в чат решение суда я вам как создатель чата разрешаю выкладывать еще раз повторю это полезная практика для те опять же для тех консультантов которые так сказать сейчас судятся и которые имеют проблемы то есть ему это решение суда может пригодиться артемий пишет нутрианка решала вопрос об активации очень быстро поэтому ее так полюбили согласен да то есть не хочется потому что даже например делать вот вывод через криптовалюту это надо зарегистрировать себе криптовалютный кошелек если наберли еще верификацию надо проходить потом надо как-то эти рубли значит обменивать на криптовалюту и так далее то есть конечно да намного все быстрее и удобнее делать так сказать через вот через внутрянку через обменники но как мы видим это вышло боком для многих так сказать и поэтому еще раз конечно ну запретить я не я никто никто либо не может это уже создатели там сайта пусть решают как делать вот но я повторю я звучу я сегодня вот записал ролик и повторю ты пункт номер третий который весь весел сейчас правда не висит на сайте гермес рекавери да что они собираются к первому ноября открыть переводы внутрянки а я еще раз повторю свою мысль что если они откроют переводы внутрянки а при этом вывода именно нормально вывода из компании не будет это приведет как раз к массовому использованию внутрянки что люди друг ну со счета на счет будут снова перечислять вот эти циферки так сказать и это опять может кому-то выйти боком вот так алена как раз выложила а значит это реквизиты для зачисления на систему и pay pro uk limited так отлично спасибо что поделились работали до ноября двадцать первого года так нет отнесения затрат наш отлично ален сами пользовались этим методом или у вас просто реквизиты просто интересно это получается свифт переводом отправляли да ну да то есть получается наверное во первых насколько я помню свифт переводы работают долго то есть деньги отправляешь они получаются сколько-то мне доводилось отправлять там сколько-то чуть ли не неделю бывало шли то есть достаточно медленно так я на так елена пишет сбербанка это бренд мы туда идем сами хотя нас туда постоянно привлекают и заманивают по сегодняшний день а гермес я узнала так сказать от знакомых ну понятное дело понятное дело так я напишет насчет нутрянки не согласно многие не успели вернуть плечи мне нужна внутрянка но скажем так в тех случаях когда люди действительно брали друг у друга взаймы там плечи на время давали а потом сайты исчезли но согласен то есть такие ситуации тоже бывают но в общей массе наверное их количество не ну не такое уж и большое просто я так как я понимаю если открыть внутренние переводы так сказать для всех то вот может произойти именно массовая массовые переводы массовое использование и так далее а вот алена пишет что был опыт специально пробовали но долго дней восемь с комиссии да 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 но вот как раз и я насколько я помню там тоже около недели получалось и на вывод пробовали пользоваться все работало но неудобно долго и дорого вот да согласен так артемий по факту ждем внутрянку просто как действие от компании но скажем так да то есть нас всех интересует именно использование нас интересует использование ой не использовать не а воплощение в жизнь того самого плана постепенного да и если например 1 ноября 1 ноября открываются внутренние переводы это будет означать что выполнен очередной пункт из запланированных работ то есть можно так сказать поставить галочку тут я согласен очередной пункт выполнен значит дальше будет пункт уже 7 7 ноября я уже там подзабыл что у нас там запланировано на 7 ноября то было на 7 ноября у нас запланировано завершить подготовительные работы по интеграции с новой платформой но там в объявлении есть фраза подготовительные работы то есть там не сказано что окончательно работы будут закончена до подготовительная работа завершить так елена пишет думаю если все заработают и будут хорошие проценты все успокоятся конечно выводить деньги будут но не так спешно и страх уйдет но как мы уже неоднократно обсуждали если роман василенко планирует восстановить свою репутацию так сказать и и главное у него есть средства понимаете то есть тут ключевой снова вопрос если у него достаточно средств для выполнения всех обязательств потому что если у него есть 20 только 22 миллиона которые сейчас в новом проекте плюс ну допустим сколько-то еще миллионов этого явно недостаточно чтобы выполнить все обязательства потому что там долгов на ну больше миллиарда вроде как по по скромным прикидкам начать с 22 миллионов начать можно платить но насчет выполнения всех обязательств сомнительно а тогда в интересах романа василенко все это сделать если предположить смотрите как мы уже обсуждали на предыдущих созвонах предположим что вот этот план который озвучен постепенно будет воплощаться в жизнь пункт за пунктом то есть первого допустим ноября открываются внутренние переводы 7 ноября они заканчивают там предварительные работы по интеграции к новому сайту подключение к системе блокчейн и так далее да но это же будет видно то есть в виде каких-то действий сегодня вот мы видим на сайте появилось какое-то уведомление там до что идут работы на сайте там система обновляется и так далее посмотрим вот если если все по плану будет происходить и скорее всего в начале если вывод и откроет он будет с лимитами но тут смотрите какие сценарии один сценарий допустим установит лимит 100 100 долларов в месяц там 100 usdt в месяц ты можешь вывести и эти лимиты не повышаются то есть месяц проходит ты там выводишь 100 долларов 2 месяц 100 долларов 3 100 но это о чем будет говорить о том что явно в компании финансовые проблемы потому что если у романа василенко где-то там за границей предположим есть миллиард то с какого перепуга но такие лимиты и они не повышаются на начальном этапе там можно предположить что будут какие-то лимиты но они должны повышаться это если у человека к примеру на счете виста там 20 тысяч евро это сколько ему лет сколько десятков лет ему надо будет выводить по 100 долларов да то есть в принципе если если вывод будет происходить но постоянно с лимитами это будет обозначать что извините как раз с деньгами у романа василенко напряг а вот если лимиты будут сниматься и будет выводиться как мы видим на новом сайте там можно по системе блокчейн увидеть что кто-то там и по 10 20 тысяч usdt за раз выводят но окей так колено пишет у кого несколько счетов могут нутрянкой выравнивать свои балансы например для того чтобы использовать лимит из каждого кабинета поэтому пусть будет нутрянка если люди захотят все скидывать за пол копейки они тоже имеют на это право а если кто-то это сделать небезопасно для себя ну что ж каждый сам за себя отвечает понимаете ален тут у нас несколько месяцев вообще сайта не было вообще ничего не было циферок не было ничего да мы сейчас говорим что вот внутри анг и выравнивать свои балансы да мне кажется сейчас не об этом надо думать да было балансы выравнивать не некоторые насколько я понимаю до сих пор в кабинета даже попасть не могут так артемий пишет план то да работает ну пока вроде бы до пункт за пунктом выполняется так я напишет у меня своя версия происходящего я думаю там дело совсем другом и связано это с запуском нового бизнеса токенов я думаю что там деньги все целы и все будет норм как токены на листинг выведут так все встанет на свои места это моя версия чисто интуитивное понимаете я много было проектов которые запускали токены шмокины которые да какое-то время там курс у них рос а потом все обваливалось курс обваливался и никому эти токены особо не нужны понимаете то есть пошла мода всякие токены или монеты там использовать как вариант скама людям вспомните фнк известный финика да там кирилл доронин перед скамом начали они это дело все продавать да то есть вроде бы как людям начислили фантики а потом курс обвалился развели руками и сказали ну а чё вот вы вы ребята плохо поработали сетевики надо было активнее раскручивать наш токен рекламировать презентовать вот было бы нас побольше активнее бы работали и курс бы рос а вот видите вы плохо работали и курс упал кто виноват сами виноваты то есть это очень удобная позиция артемий пишет лимиты нужны минимум 200 300 да артемий пусть даже начнут хоть с 20 долларов например там наступает день вывели 20 долларов через неделю 50 еще через неделю 100 ну по нарастающей чтобы динамика была видна да то есть это но не принципиально главное чтобы люди видели что как бы процесс пошел а если люди будут видеть месяц за месяцем проходит и там кроме как там 100 долларов ты вывести не можешь но мягко говоря это будет не комильфо алена спрашивает как ваше мнение как лучше сделать выводы но с лимитами или ждать когда будет готова вся сумма для выплаты но это долго ну так как естественно надо выводить пока есть возможность хочу ждать по моему по моему и так уже народ 450 тысяч человек 8 месяцев прождали до если давайте предположим что деньги не потеряны что там где-то за границей у романа василенко есть вот этот самый миллиард или несколько миллиардов да и и извините получается все эти восемь месяцев они там активно пользовались этими деньжатами получали с них прибыль ну предположим что а все что допустим показано в отчете гермеса соответствует действительности что что это именно был инвестиционный портфель деньги куда-то вкладывались и так далее то есть 8 месяцев люди получается не имеют доступа нормального так сказать своим кабинетом циферками сделать с ними ничего не могут а компания все эти все эти месяцы активно пользуются этими деньгами приумножает и тогда нет было бы здорово если это так как говорится все были все были бы только рады я уже в одном из первых видео ну говорил что это ключевой вопрос понимаете за циферками которые примерно около 2 миллиардов больше 2 миллиардов евро если просуммировать все счета виста за этими циферками что то есть или ничего нет если что то есть хорошо значит у романа василенко есть активы есть ресурсы с которых можно платить а если этого нет если это была все легенда ну что ж ситуация печально в этом случае платить будет не с чего поэтому вот то что алена спрашивает как лучше сделать выводы с лимитами да конечно по возможности если даже там 100 долларов разрешат выводить надо выводить конечно хотя бы опять же для того чтобы убедиться что вывод заработал если вдруг вывод откроются пусть с лимитами это конечно тоже будет хорошим признаком что спустя много месяцев проект начал платить а такое в мире инвестиций бывает достаточно редко чтобы проект извините там 8 месяцев не платил это вообще-то скамом называется да как когда компания не выполняет свои обязательства а если спустя 8 месяцев ожидания вдруг она заработала и начала платить это вы знаете серьезное достижение я бы сказал для рынка инвестиций потому что обычно компании которые такие выкидоны делают они просто закрываются и с концами исчезают и все так товарищ свет пишет пункт за пунктом выполняется а кто эти пункты как выход из кризиса придумал а сейчас еще комментарий елена коваленко а нас правда 450 тысяч где это можно точно узнать или она вам зачем ну какая разница там 450 тысяч или на 100 тысяч больше 100 тысяч меньше мне вот ну не принципиально ну где-то прозвучала эта цифра я даже не помню в принципе ну в принципе а кстати можно посмотреть еще раз отчет отчет самой же компании гермес там по моему фигурировали данные за 2020 год там фигурировали цифры суммы на счетах виста а вот количество счетов я вот не помню был так такой пункт или нет ну где-то где-то эта цифра звучала так комментарии пункт за пунктом выполняется кто эти пункты как выход из кризиса придумал они сами их придумали поэтому нет проблем создавать видимость что работа по решению проблемы идет а на самом деле все идет не как нам надо а как надо им они режиссера и они же виртуальные актеры этого спектакля свет ну что могу сказать могу сказать что еще раз тут варианты вариант 1 я уже не один раз повторял такой тезис да что здесь приходится вот как на войне есть разведка есть контрразведка они пытаются друг друга обыграть и перехитрить где-то информация где-то дезинформация и вот идет такое соревнование вот нам к сожалению приходится заниматься по сути вот этими анализом то есть собирать информацию по крупицам и пытаться понять что за ней за этой информации стоит к сожалению потому что ну я считаю роману василенко следовало бы вести более открытую игру приходить на связь с людьми объяснять что в компании происходит какие проблемы что делается для того чтобы эти проблемы решались и так далее и ну уже не один раз мы на созвонах это говорили потому что когда в компании более-менее все шло гладко он любил покрасоваться на сцене любил дать интервью там разным известным личностям типа соловьева и позднера а когда начались проблемы он почему-то товарищ офицер превратился в партизана и ушел в подполье которым он уже восемь месяцев находится и сейчас вот получается из разных источников приходит какая-то информация виде текстов комментариев планов а народ тут гадает а эта информация точная она точно от василенко или это там вася пупкин какой-нибудь там написал с потолка решил приколоться да а мы тут сиди думай вот так ребята а это между прочим а прямая ответственность господина василенко кто-то продолжает там ему дифирамбы петь восхвалять потому что если бы у него есть канал с тысячами там 800 youtube канал 800 тысяч подписчиков есть телеграм-канал 13000 подписчиков можно было отдельный какой-то чат или канал сделать и там публиковать официальную достоверную информацию тогда бы мы точно знали конечно я понимаю кто-то скажет ну ты же должен понимать юридической ситуации сложная на него там со всех сторон наседают и так далее так далее он он за границей он безопасности даже андрей крындушкин на созвонах озвучивал делали запрос в интерпол василенко ничего не угрожает как он сидел там в своем бункере или где он там находится никто его оттуда не достанет спокойно может как говорится записывать видео или текстовые сообщения и так далее вот поэтому еще раз вернемся к комментарию товарища света вариант 1 вариант 1 что этот план реальный и он реально постепенно воплощается в жизнь и что деньги есть это один вариант а второй вариант денег на самом деле нет и разыгрывается спектакль я согласен такую такую возможность тоже нельзя исключать и на прошлых созвонах андрей крындушкин говорил что ну по его словам якобы василенко находится в прострации что достаточного количества денег якобы нет опять же там стоит ли этим рассказом верить или не стоит мы не знаем но вот вроде так поэтому поэтому соглашусь они режиссер они виртуальные актеры этого спектакля то есть тут получается либо игра бильвери ведется по честному и действительно воплощаются в жизнь вот эти планы или игра идется не по честному просто людям развешивается очередная лапша елена пишет это очень важно сколько нас как слепые котята одни домыслы понимаете там плюс-минус сто тысяч опять же это не принципиально я считаю ну вот смотрите на канал романа василенко на телеграм-канал подписан тринадцать тысяч человек то есть получается ну скажем получается люди которым действительно интересно что происходит в компании кто там следит за романом но они наверно подписаны почему не подписаны остальные там сотни тысяч ну вопрос интересный наверно наверное им уже не интересно глобал стар клаб возможности безграничны